Женщина высокого полета. Во вторник в Иване Валентина Терешкова, первая в мире женщина, совершившая полет в космос, приняла участие в торжественном открытии памятника российскому изобретателю, создателю авиационного рамцевого парашюта Глебу Котельникову. Первые космонавты, мы вот шестерка, шесть человек, начиная с Гагарина, мы приземлялись на парашюте. Потом стали приземляться более совершенные корабли. А так на высоте 7 километров катапультировались, раскрывался парашют, и мы тихо, не очень тихо и не очень мягко, но приземлялись. Поэтому жизнь наша, конечно, неразрывно связана с парашютом. Глеб Котельников был конструктором-самоучкой, но именно ему удалось решить общую проблему летательных аппаратов того периода, их ненадежность. Впечатленный гибелью летчика, Котельников решил создать аппарат, который в случае необходимости мог бы спасти жизнь. Изобретатель сам построил и испытал модель своего парашюта, легкого, уложенного в ранец. Парашюта, который всегда находился с летчиком и действовал безотказно. И хоть Глеб Котельников никак не связан с Ивановым, но все же не случайно памятник изобретателю открыли рядом с парашютным заводом «Полет». Предприятие, которое сегодня производит около 90% всех парашютов для наших вооруженных сил. Предприятие работает уверенно, предприятие наращивает свою деятельность, поэтому именно здесь, именно в городе Иваново мы сегодня торжественно открываем этот памятник. В торжественном открытии памятника Глебу Котельникову приняли участие как действующие работники завода, так и ветераны труда. Памятный знак не только дань памяти талантливому конструктору, но и символ связи поколений для предприятия. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok